По данным компании ТНС Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Прикосновенная неприкосновенность. Конфликт между народными депутатами Андреем Тетеруком и Александрой Кужель, произошедший в стенах Верховной Рады, наделал немало шума среди парламентариев. Назревал он еще несколько дней назад. Во вторник из-за критики коллеги в адрес ее политической силы депутат уже давала волю рукам, пытаясь вытолкнуть Тетерука с трибуны. Тогда мужчина не отреагировал на провокацию, но два дня спустя без рукоприкладства уже не обошлось. По версии соратников Кужель по фракции, во время совещания в приемной спикера Рады Тетерук сначала обругал депутата, а когда та потребовала извинений, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, что привело к сотрясению мозга. Доказательств не предоставили, но реакция депутатов не заставила себя долго ждать. Женщины парламентарии всерьез настроены привлечь коллегу Забияку к ответственности. Мы, народные депутаты, которые возмущены этим, зарегистрировали два постановления Верховной Рады. Первым мы призываем депутата Тетерука, который прибегнул к таким действиям, добровольно сложить депутатские полномочия. Второе постановление – о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Тетерука для того, чтобы могло состояться всестороннее расследование. У самого Тетерука версия, как водится, совершенно иная. Депутат говорит, словесная перепалка из-за газового законопроекта действительно была, но намеренно он никого не бил. Наоборот, якобы кужель начала дубасить его сумкой и случайно напоролась на бутылку, которую мужчина держал в руках. И следствие это докажет, уверен Тетерук. Поэтому добровольно отказываться от неприкосновенности не собирается. Конечно, эта схватка в стенах Рады стала не первой. Депутаты регулярно устраивают потасовки в зале заседаний, дерутся и в кулуарах. Отношения выясняли и Ляшко с Шевченко, и Соболи с Сывченко. Но на этот раз впервые в истории текущего созыва пострадала женщина. Абсолютно недопустимо, когда любые недоразумения решаются путем физического воздействия между депутатами Верховной Рады. А тем более, когда речь идет о мужчине и женщине. Меж тем, раньше ни до снятия неприкосновенности, ни до привлечения правоохранителей дело обычно не доходило. Теперь же депутатам может ждать и уголовная ответственность. У нас информация исключительно со слов свидетелей. Вот из того, что они говорят, очевидно, были нанесены телесные повреждения. Соответственно, если телесные повреждения были, то мы говорим о нанесении телесных повреждений какой-то степени, определяют доктора. Если телесных повреждений не было, мы говорим о хулиганстве. Так или иначе, окончательные выводы о том, что на самом деле произошло в приемной Гройсмана, досадная случайность или коварное нападение, можно делать только после завершения следствия. Но каким бы ни был итог, порадовать эта ситуация не может. Ведь пока депутаты Рады будут решать спорные вопросы не во время заседаний, а выясняя отношения лично, согласия в парламенте, а соответственно и в стране, не будет. Продолжение следует...